Добрый день, уважаемые посетители портала Управда.ру. Российская экономика постепенно отходит от последствий эпидемии коронавируса. В студии Данил Ноздряков. И о том, как это происходит, мы поговорим с Владимиром Гутеневым, первым заместителем председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первому заместителю, председателю правления Союза машиностроителей России. Добрый день, Владимир Владимирович. Добрый день. Владимир Владимирович, у нас встреча проходит в таком необычном формате, в формате видеосвязи, хотя, может быть, за время пандемии он, наверное, стал уже привычным и обычным, но вот поэтому у нас и вопросов-то будет много как раз связано с этой прошедшей, может быть, а уже еще и не прошедшей пандемией. И первый вопрос, как вы оцениваете меры, которые предприняла Ульяновская область в первую очередь в экономическом и социально-экономическом плане для преодоления последствий этого кризиса? Достаточно они или, может быть, какие-то еще нужные меры предпринять? Спасибо за вопрос. Мне кажется, что было очень мудро для нашей страны, которая имеет большие территориальные особенности, не реализовывать единые рецепты, поскольку различная плотность населения, различная отраслевая специализация, да и количество заболевших в различных регионах тоже очень сильно отличалось. И поэтому идеология нашего президента, который доверил главам регионов самим определить ту степень изоляции и ту степень сохранения экономики в удаленном, а в очном режиме, дало, конечно, и различные результаты. Там, где перестраховывались руководители регионов, мы увидели очень сильный спад экономический по отношению к тем регионам, где руководители находили разумный баланс между мерами изоляции и поддержанием как малого и среднего бизнеса, так и отдельных стратегически важных отраслей экономики. И на фоне других регионов, не только в Приволжском федеральном округе, но и в целом по стране, Ульяновская область смотрится очень достойно. Удалось не допустить сильной вспышки пандемии, несмотря на то, что довольно серьезно через Ульяновскую область проходят транспортные, людские потоки. То есть мы очень сильно вовлечены и в кооперацию производственную со всей страной. Я считаю, что команда Сергея Ивановича Морозова отработала очень хорошо. И здесь заслуга не только руководителя, но и всей команды. Низкий поклон, конечно же, врачам. Они, в общем-то, как и в большинстве регионов, ежедневно совершали подвиг. Тем не менее, мы, конечно же, понимаем, что для ряда отраслей по независимым от региона причинам приходится сталкиваться с теми или иными трудностями. Все прекрасно понимаем, что комплекс производств, связанных с автокомпонентной базой, разумеется, по всей стране, да что там по всей стране, во всем мире достаточно серьезно проседал. Потому что спрос уменьшился. Люди, разумеется, находясь на изоляции, приобретали меньше машин. Но, с другой стороны, покупка таких предметов долговременного пользования, она, как правило, формирует и отложенный спрос, если не реализуется. И мы уже сейчас видим, как в августе значительно увеличилась покупка автомобилей нашими соотечественниками. Поэтому мы вправе надеяться, что здесь увидим более динамичное восстановление, чем в других отраслях. Схожие проблемы и в авиастроении. Правда, в большей степени это касается пассажирских перевозок. Грузоперевозки, в общем-то, незначительно снизились. И то, что госпрограмма развития авиации очень активно реализуется на территории Ульяновской области, есть большие амбициозные планы, в том числе и связанные с гособоронзаказом, говорит о том, что в этом случае Ульяновская область проходит кризисное явление в авиастроении с минимальными потерями. Те санкционные усилия, направленные на торможение развития аэрокомпозита, это припоны по поставке различных смол, припрыгов для производства черного крыла под МС-21, достаточно успешно импортозамещается. Я сам присутствовал на нескольких совещаниях авиастроителей, посвященных импортозамещению, в том числе и в части композитных материалов. Мы видим очень мощные, хорошие наработки. По ряду показателей существующие заделы формируют такую серьезную надежду, что по ряду показателей мы даже превзойдем зарубежные аналоги. Поэтому в целом, отвечая на ваш вопрос, как Ульяновская область перенесла острый этап пандемии, я могу сказать, перенесла значительно лучше, чем большинство наших соседей. То есть, можно сказать, вот вы говорили в начале ответа на вопрос о балансе, и вот этот баланс, то есть, получается, его соблюли в Ульяновской области, удалось нам это? Да, я считаю, что, в общем-то, был найден разумный баланс между мерами изоляции и, опять же, сохранением тех производств, которые были стратегически важны с другой стороны, и мерами поддержки, поскольку наряду с мерами федеральными были и меры региональные. Но самое главное – это доверие бизнеса, готовность его по выходу из пандемии, из жесткой фазы пандемии, вновь вернуться к инвестициям. Считаю, что инвестиции частного капитала для нашей страны гораздо важнее, чем государственные инвестиции. А Ульяновская область за прошедшие годы заработала среди отечественных и зарубежных инвесторов очень большой кредит доверия, и нам, конечно же, это поможет сейчас в условиях, когда мы вынуждены пересматривать бюджет. Вы упомянули сейчас не только о региональных мерах поддержки, но еще и о федеральных. Вот какие меры, потому что все-таки это очень сильный кризис произошел, и справиться с ним можно только всеобщими силами, и каждый регион вряд ли получится самостоятельно спастись от этой ситуации. Вот хотелось бы узнать ваше мнение по поводу федеральных мер поддержки. Какие они могут быть оказаны Ульяновской области и еще? Вы знаете, для нас очень важно, на виду с мерами поддержки малого, среднего бизнеса, там, где есть самозанятые, в принципе, сохранить экономический каркас ульяновской экономики. А каркас формирует, прежде всего, крупнейшие предприятия, которые в рамках производственной кооперации через своих субпоставщиков, это поставщиков первого, второго, третьего уровня, распределяют уже те значительные финансовые ресурсы по выпуску финальной продукции на ту массу предприятий, в том числе и ульяновской области, что позволяет сохранять рабочие места. И в ряде случаев, по ряду отраслей, для нас даже важнее не дополнительные меры поддержки, а сохранение планов, заказов и госпрограмм, которые, в общем-то, давали большие возможности, в том числе и для региональной экономики. Я приведу примеры только лишь двух отраслей. Одна из них имеет отношение к ульяновской области, другая, наверное, в косвенной степени, но она наиболее предметно показывает, что порой нужны не меры поддержки, а меры сохранения ранее намеченных планов и задач. Для нас чрезвычайно важно, чтобы госпрограмма развития транспортного машиностроения и госпрограмма развития авиастроения остались в неизменном виде. И Союз машиностроителей России, а в Ульяновской области находится одно из лучших отделений по стране, сформировало ряд предложений, которые были направлены нашему президенту. Это перечень мер по поддержке национальной экономики в условиях пандемии. Это касалось и тех предприятий ОПК, которые находятся в том числе и на территории Ульяновской области, работать в более щадящем режиме в части гарантий при реализации госконтрактов, увеличение объемов авансирования. А если аванс доходит до 80%, по тому же гособоронзаказу или 50% по госконтракту, соответственно, предприятиям не надо кредитоваться. Это лишние деньги, которые остаются на предприятии. Это возможность больших налогов на территории для решения социальных задач. Больших возможностей предприятия по сохранению заработной платы, по увеличению численности персонала. И большинство из этих предложений уже или реализованы, или находятся в процессе реализации по поручениям президента. Был еще один пул предложений. Это уже Лига оборонных предприятий направила в адрес представителя правительства Михаила Владимировича Мишустина 46 предложений, которые касались поддержки различных отраслей, в том числе и авиастроения. Но показательным примером является транспортное машиностроение. Это производство локомотивов, вагонов, оборудования для них. И если на территории Ульяновской области нет вагоностроительных или локомотивостроительных заводов, это еще не говорит о том, что мы не вовлечены в кооперацию. Поэтому для отрасли было чрезвычайно важно, что президент дал поручение сформировать бонды на сумму более 300 миллиардов рублей для сохранения инвестиционной программы в транспортном машиностроении. Ну и, конечно же, традиционно мы считаем очень важно это снижать и издержки, снижать аварийность. Именно поэтому в столь непростое время было принято решение о стимулировании через утилизационную премию, то есть вывод старого подвижного состава и стимулирование приобретения нового, более надежного, безаварийного. На это государство планирует выделять по 15 миллиардов рублей в течение трех лет. То есть меры поддержки можно перечислять очень долго, но я еще раз хочу заострить внимание на то, что меры государственной поддержки важны, но еще важнее тот инвестиционный климат, который есть в том или ином регионе, поскольку очень часто выбор определяется не преференциями налоговыми, не особыми экономическими зонами, которые, кстати, в Ульяновской области очень успешно реализуются, не бизнес-инкубаторами, а тем уникальным климатом, который любой коммерсант хорошо чувствует, когда он огражден от избыточного административного давления, когда его сопровождают в реализации его проектов на той или иной территории. И мы видим ряд регионов России, где весьма и весьма успешно и комфортно, успешно идут инвестиции, и бизнес себя чувствует очень комфортно. И среди таких территорий, конечно же, все эксперты отмечают, что наряду с Московской областью, Тульской областью находится Ульяновская область. В последнее время даже в ряде рейтингов общепризнанные лидеры, такие как, допустим, та же самая Калужская область, где много зарубежных инвестиций, порой очень нервно смотрят в сторону Ульяновской области, видя в ней своих конкурентов, потому что существенная часть и реальных, и потенциальных инвесторов, бизнесменов, очень внимательно смотрят на Ульяновскую область. Такой авторитет зарабатывается не один год и стоит очень дорогого. Бизнес всегда очень чутко реагирует на изменения, даже небольшие изменения политической ситуации. И вот мы знаем, что Ульяновске, Ульяновск будет одним из муниципалитетов, где нас ждут 13 сентября выборы, выборы в городскую думу. И хотелось бы услышать ваше мнение по такому вопросу. Как повлияют эти выборы на продолжение политики, чтобы не срывались как раз возможные планы, пролонгировались куда-то дальше, чтобы инвестиционный климат в областном центре не изменился в худшую сторону. И, как вы говорили, что Ульяновская область даже уже побаиваются другие регионы, потому что могут перетекать инвестиции в нее и уходить с каких-то других территорий. Что нужно для политики, чтобы она не поменялась и продолжала оставаться привлекательным инвестиционным городом и привлекательным инвестиционным регионом? На самом деле, вы задаете очень глубокий вопрос, и я начну на него отвечать, опять же, через некую иллюстрацию. Это как развивалась у нас в стране идеология специальных инвестиционных контрактов, так называемых спики. Для любых инвесторов крайне важно, чтобы долго соблюдались правила игры, потому что никакая экономическая модель, которую бы ты не просчитывал, не имеет права на жизнь, если постоянно происходят пересмотры правил игры. А этому, конечно же, способствует и так называемая турбулентность в политике. И вот принятый несколько лет назад закон о специальных инвестиционных контрактах, которые упрощенно, скажем так, для наших зрителей, слушателей, я скажу, это когда проговаривается, что в случае заключения специального инвестиционного контракта, как бы не менялись правила игры, внутри региона, внутри страны, все налоговые истории, все преференции, которые получены, они будут сохранены, даже если изменятся правила игры. Все налоговые преференции, которые даны, тоже сохранятся. И для инвестора это очень важно. Так вот, результаты внедрения специальных инвестиционных контрактов по стране были настолько положительны, что мы приняли в прошлом году, точнее даже не в прошлом году, в начале весенней сессии, поправки в закон так называемой спики 2.0, специальные инвестиционные контракты в новом преломлении. То есть нам уже просто инвестиции в ряде случаев не нужны. И мы обуславливаем принадлежность к спикам 2.0 только в том случае, если реализуются или передаются новые технологии, там высококонкурентные. То есть мы уже абы какие деньги под абы какое производство принимать не хотим. Вот теперь я возвращаюсь к вашему вопросу, что и в спиках важен длинный временной лаг, когда инвестор уверен в успехе. Не обязательно инвестор, даже бизнесмен. Мы знаем близлежащие к Ульяновской области регионы, когда приход нового губернатора, имеющего отличную идеологию. Речь идет не о преемственности даже руководителей, хотя это тоже важно, а очень важна преемственность идеологии в бизнесе. И вот приход людей с иной идеологией, а порой она радикально отличалась от предшественников, приводила к тому, что соседи этому радовались и потирали ручки. Потому что исход бизнеса был не в Москву, не в Питер, не в какие-то там офшорные зоны, а в соседние регионы, где была предсказуемая политика. Но я, откровенно говоря, несмотря на то, что по ряду избирательных округов в Ульяновской области порой бывали ну такие аномальные всплески, тем не менее, очень высоко оцениваю интеллект жителей Ульяновской области. Всегда ульяновцы отличались и хорошим образованием, рациональностью, ну и в общем-то таким прозорливостью и умом. И поэтому, я думаю, любой обыватель прекрасно понимает, что даже если он не является бизнесменом, а просто работает на предприятии, прекрасно понимает, что от социальной стабильности, от политической стабильности зависит очень многое. Я сам сталкиваюсь с тем, что по ряду направлений у нас имеются избыточные мощности в стране. При выборе, куда отдать контракты на федеральном уровне, на федеральном уровне госкорпорация, вертикально интегрированный холдинг, в состав которых входит десятки, сотни компаний, где есть схожие компетенции и схожие возможности, я, к примеру, возьму вертолетостроительную область, но есть один и тот же вертолет, который выпускает Улан-Удэ в Бурятии и выпускает в Казани. И я хочу сказать, что в ряде случаев, наряду с ценой, качеством, на выбор влияет и политическая надежность на той или иной территории. Мощности больше, чем требуется, и мы смогли в Ульяновской области затащить на себя в части авиастроения ряд компетенций с других территорий. Вот у нас производится, а в дальнейшем будет производиться значительно больше, в разы больше комплектующих для Воронежцев, для ВОСО, Воронежское авиационное объединение, для Иркута, даже часть заказов таганрожцев, соответственно, которые выпускают и Бе-200, и у них пойдет новый самолет дальней разведки вместо А-50, А-100 пойдет. То есть мы затащили на себя очень много таких компетенций и объемов, и заказов, на которые есть конкуренты. Поэтому я абсолютно уверен, что не только бизнес, заинтересованный в стабильных условиях, но и работающий на заводе, наемный работающий, прекрасно понимает, что от того, насколько у нас будет стабильная ситуация и насколько они сделают правильный выбор, зависит и экономическая ситуация. Одно дело, если бы мы были нефтяным и газовым регионом, кто бы ни пришел, труба дает деньги. У нас же ситуация несколько другая. В отсутствии каких-то сверх выгодных сырьевых запасов мы демонстрируем очень хороший и стабильный рост, рост инвестиций, объемов валового продукта. И в первую очередь, я в этом абсолютно уверен, происходит это благодаря и политической стабильности, и качеству человеческого капитала, который есть у нас на территории. Кстати, каким спросом пользуются ульяновские вузы не только среди абитуриентов, но и среди крупнейших центров, а сейчас в стране формируется несколько научно-образовательных центров мирового уровня, и все хотят в кооперацию затащить к себе сильные вузы. Вот я хочу сказать, что ульяновские университеты в этом плане чрезвычайно востребованы. О чем это говорит? Это говорит, что у нас мощные университеты, существуют достаточно хорошие научные заделы и научные школы, то есть у нас очень хорошие перспективы в части конкуренции с другими регионами. Поэтому от выбора, который произойдет на избирательных участках в ближайшие дни, достаточно много зависит, насколько экономически мы будем успешны, насколько сильна у нас будет безработица, как быстро будут расти зарплаты. Но я считаю, что здесь и агитировать не за что. Ульяновцы очень, еще раз говорю, умные и прагматичные, и поэтому я абсолютно уверен в том, что выбор будет правильный. И еще о долгосрочных проектах, о национальных проектах, которые у нас воплощаются в жизни в стране. Пандемия коронавируса, повлияла ли на них, на их выполнение, повлияла ли на их выполнение в Ульяновской области? Не приведет ли это к тому, что на них, особенно на какие-то социальные проекты, связанные с демографией, с здравоохранением, может выйти так, что финансирование будет урезано и отправлено в другие отрасли? Ну, я думаю, что абсолютно всем телезрителям понятно, и было бы странно говорить им обратно, и, конечно же, повлияет. Во-первых, мы попали в такую очень сложную ситуацию, не только из-за пандемии, хотя пандемия нанесла ущерб в процентном соотношении, России гораздо меньше, чем весьма и весьма передовым странам Западной Европы, Соединенным Штатам Америки, то есть из-за пандемии мы просили меньше, чем они. Но было еще два фактора, это довольно серьезное снижение цен на энергоносители, которые благодаря соглашению ОПЕК+, удалось стабилизировать или даже несколько нарастить. С другой стороны, то санкционное давление, которое просто разрушает международное право и выдуманные истории про Навального и прочие весьма и весьма специфичные моменты приводят к тому, что есть повод, а это повод, для удерживания санкций, а возможно даже и угрозы по их наращиванию. И это мешает в том числе и ульяновским предприятиям, особенно те, которые участвуют в военно-техническом сотрудничестве, то есть производят комплектующие для той военной техники, которая продается за рубеж. Не секрет даже, что ранее законтрактованные поставки из-за давления американцев задерживаются. Но тем не менее, как показал форум армия, мы по-прежнему удерживаем и огромный портфель, он более 50 миллиардов долларов, и ежегодный экспорт за рубеж около 15 миллиардов долларов, несмотря на санкционное давление. Но если бы его не было, у нас бы объемы росли. Поэтому, конечно же, денег в стране стало меньше. Часть резервов была потрачена на меры поддержки, но потрачено это было очень разумно, потому что в отличие от Евросоюза, от Соединенных Штатов Америки, у нас нет возможности, и это очень хорошо, запустить эмиссионный станок, то есть печатать необеспеченные деньги. В конечном итоге, вот те огромные долги, государственные долги, в Штатах это 26 триллионов долларов, 6 триллионов только за последние полгода, они висят непосильным грузом, и как только ставка перестанет быть нулевой, а в Соединенных Штатах Америки учетная ставка нулевая, что плохо сказывается на инвестициях, на бизнесе, то тогда национальная экономика начнет не просто останавливаться, но она начнет очень сильно охлаждаться, это что касается Соединенных Штатов Америки. Мы же оказываемся в ситуации, когда необходимо корректировать, в том числе и национальные проекты, и как не было бы парадоксально, на самом деле это благо. Вот очень важно тратить деньги эффективно, если вы помните, полгода назад, год назад, и президент, и премьер говорили о том, что не все запланированные на нацпроекты средства осваиваются, и не все осваиваются эффективно, об этом говорила и счетная палата. И поэтому сама ситуация нас подталкивает к тому, чтобы еще раз взвесить, где нужно концентрировать финансовые ресурсы, там, где мы видим хорошую отдачу, там, где мы видим высокую маржинальность по продукции, которая начинает выпускаться. И там, где можно было бы действительно серьезно сэкономить. Вы знаете, очень интересный диалог развернулся на пленарном заседании форума «Армия», где выступал Дмитрий Олегович Рогозин, говорил о готовности реализовывать те или иные проекты, говорил о том, что ничего страшного нет в том, что нас оттеснила не только Америка и Китай по количеству пусков. Вы знаете, вот я с Дмитрием Олеговичем согласен. Взвешивать успех космической индустрии от того, сколько мы вывели полезной нагрузки на орбиту, сколько мы сделали пусков, не совсем правильно. Доля в общем космическом пироге пусков составляет всего 4,5-5 процентов. Остальные деньги зарабатываются на полезные нагрузки, на навигации, на телекоммуникации, на дистанционном зондировании земли, на различных услугах. И я абсолютно согласен с Дмитрием Олеговичем, что по пускам мерить нельзя. Но меня в общем-то в какой-то степени обрадовало то, что правительство считает необходимым значительно снизить объемы финансирования госпрограммы по космосу. Причем это снижение по всей госпрограмме будет более 100 миллиардов рублей. И почему я согласен? Согласен потому, что можно заниматься непрофильными инвестициями тогда, когда у тебя по основному направлению деятельности хорошие результаты. Вот есть корпорация Алмаз-Антей, которая выпускает С-300 ПМУ, С-400, С-500, которые как горячие пирожки, прям со сковородки зарубежные покупатели готовы схватить и сразу там не дало стыть кушать, чтобы их не отняли. Мы видим, что и Китай, и Индия, и Турция, ряд других стран хотят видеть у себя эти комплексы, причем в большом объеме. Но тем не менее, Алмаз-Антей очень продвинут и поставляет очень много оборудования гражданского, в том числе в организации воздушного движения, в аэронавигации. Поэтому у меня возникает вопрос, когда Роскосмос, не демонстрируя ярких, каких-то больших достижений, да, проектов много, заявлений тоже хватает, но когда Усть-Катаевский завод начинает увеличивать объемы выпуска низкопольных трамваев, конкурируя с другими заводами, и туда идут инвестиции, когда аппараты ИВЛ, искусственной вентиляции легких, которые выпускают только Ростех на четырех площадках, плюс еще Росатом, другие компании, вдруг начинают осваиваться Роскосмосом, то, конечно же, у меня, как и у представителей счетной палаты, и правительства возникают вопросы, правильная ли фокусировка, на том ли эта отрасль сейчас концентрирует свои возможности. Я это привел как пример, что будет довольно серьезный пересмотр в нашу осеннюю сессию по бюджету следующего года и по нацпроектам. И здесь тоже чрезвычайно важно порой сохранить то, что было запланировано в части территориального преломления федеральных программ. Вот для Ульяновской области, опять же, очень важно, чтобы, ну, в отличие тут от некоторых наших соседей, вы слышали там, содовая компания, но это был больше не политический, а такой бизнес-спор, но он довольно серьезный, и в том числе и местные жители, по-разному реагировали на вот эти события. И вне всякого сомнения это вызывает определенную настороженность у бизнеса, у инвесторов. Поэтому, как бы это ни звучало парадоксально, несмотря на то, что это региональные выборы сентябрьские, которые у нас будут, они влияют не только на инвест-климат региона с точки зрения привлекательности, но это влияет и на федеральную повестку, в части того, насколько регион способен в это, в общем-то, непростое время не только выбивать ресурсы, а у Морозова это получается очень неплохо, но и их осваивать. А для этого, конечно же, очень важно, чтобы была не только слаженная командная работа, но и поддержка со стороны избирателей тех проектов, которые реализуются в регионе. И в продолжение темы форума «Армия-2020», который недавно прошел, в нем очередной раз участвовал Ульяновская область, и губернатор Сергей Иванович Морозов туда ездил. А как вы оцениваете участие Ульяновской области в этом форуме? Сумерили ли мы достойно себя показать на нем? Ну, вообще, этот форум был не похожий на другие. Да, он стал больше в физических объемах, более насыщенная деловая программа, но самое главное, форум был посвящен диверсификацию ПК, то есть перевод на гражданские рельсы. И мы буквально в последний день с огромным трудом, благодаря активности, настойчивости вице-премьера, отвечающего за оборонно-промышленный комплекс Юрия Ивановича Борисова, в последний пленарный день смогли принять во втором-третьем чтении закон о квотировании. То есть, о чем идет речь? Огромные объемы, более 20 триллионов рублей, это нацпроекты. Поставка продукции, которую, промышленной продукции, в том числе и машиностроения, это более 6 триллионов рублей. И мы видим, как очень часто по госконтрактам, по реализации нацпроектов, часто нашу продукцию обходит зарубежная, причем по цене она может быть и не выгоднее, по потребительским качествам она даже может быть хуже, но закладывают некие характеристики, или на этапе проектирования, или на этапе тендера, которые или избыточные, или неважные. Ну, к примеру, есть ДНГ Море, выпускает станки. Допустим, станок обрабатывает детали в интервале от 4 до 8 тысяч оборотов. И эти станки замечательно работают. Вдруг какой-то нерадивый, хитрый или коррумпированный чиновник, которого мотивировали, ну, условно говоря, итальянцы, американцы, или немцы, которые напрямую поставляют готовое оборудование, вносит в техническое требование не до 8 тысяч оборотов, а до 8 тысяч 100 оборотов. По большому счету, на таких предельных режимах, допустим, это оборудование никогда и не работает. Но из-за формального задания, указанного в тендерной документации, наше оборудование ДНГ Море не попадает в перечень рассматриваемых. Очень часто используют хитрости, когда в один лот погружают и услуги, и разработку, и поставку оборудования. Так вот, закон о квотировании очень четко говорит, что правительство обязано составить перечень российской продукции, и при наличии российского оборудования, машин, механизмов, готовой продукции, которая является отечественной, госкомпании, государства, муниципалитеты не смогут покупать зарубежное. Вот на самом деле мы повторяем успешный опыт Соединенных Штатов Америки. В 1933 году был принят закон, он назывался так, покупай американское, нанимай американцев. И если какой-нибудь американский чиновник за бюджетные деньги приобретет продукцию из любой другой страны, даже входящей в НАТО, и есть альтернатива американская, то он и дня не усидит на своем месте, а возможно еще и сядет в тюрьму. То есть Юрий Иванович Борисов, он как вице-премьер курирует и промышленность, и оборонно-промышленный комплекс, и энергетический комплекс. А в энергетическом комплексе очень много тоже приобретается, к сожалению, оборудование за рубежом. Это и резервные электростанции, которые используют нефтяники, которые успешно могут выпускать наши предприятия. И различное оборудование. Так вот, Юрий Иванович сказал, что по его оценкам и оценкам экспертов, принятие закона, который мы приняли в последний день весенней сессии о квотировании, только принятие этого закона способно дать объемы производства нашим предприятиям на 1,6-1,7 триллиона рублей. Сумасшедшие деньги. И, конечно же, я должен сказать, что помимо тех предприятий, которые приняли участие в выставке, очень много экспертов из Ульяновской области принимали, активно работали на деловых площадках, где как раз вырабатывалась стратегия. Стратегия и изменения законодательства, в том числе и в области закупок, и стратегии развития тех или иных отраслей. Это были и представители предприятий, и были представители университетской среды. Еще раз говорю, в Ульяновске очень сильная профессорско-преподавательская школа. Ну и, конечно же, ряд предприятий, которые традиционно принимают участие, это HitLab, Metal Composite, ряд других компаний, Agapov Studio. Они принимали традиционно участие в выставках. Я сам подходил на некоторые стенды, видел большой интерес, большое количество переговоров. Ульяновцы традиционно сильны в области тренажеростроения, в том числе и для предприятий ОПК, поставляющих свою финальную продукцию. Ну, скажем так, интеллект не заржавел, поэтому у нас все хорошо, и мы востребованы. То есть форум для Ульяновской области, на мой взгляд, прошел очень и очень успешно. Ну и, конечно, то, что губернатор в рамках этого форума налаживал контакты с крупнейшими производителями, предлагая территорию для инвестиций, затягивал заказы, это тоже, конечно же, для нас интересно. Чем больше придет к нам заказов, чем больше придет денег, чем больше придет заявок на НИРы и НИОКРы для наших вузов, тем лучше мы будем жить. Мне кажется, это все очень очевидно. И летом прошел еще один форум, и тоже в несколько ином формате, чем прежде. Это Инженеры Будущей, который как раз Союз машиностроителей устраивает. И Ульяновская область тоже в нем участвовала, и по некоторым категориям тоже неплохо себя показала. Например, Мисс Форум, отель Астана. Тут уже опережает немножечко ваш ответ. И хотелось бы услышать от вас, как вы оцениваете участие Ульяновской области в этом форуме и в общем, и в этом году? Вы знаете, форум, он такой у нас, как цыганский табор, он кочует по ведущим промышленным городам нашей страны. Это Иркутск, и Оренбург, и Ульяновск, и МИАС, Челябинск, и Ижевск, и Уфа. То есть, в принципе, такой действительно веселый, молодой, задорный, цыганский табор, где помимо образовательных сервисов в этом году было более 20 факультетов, насыщенная деловая программа, очень интересные лекторы, в том числе и за рубежа. И в этом году мы впервые из-за пандемии вынуждены были проводить его в основном дистанционном формате. Конечно, в этом есть большой минус. Когда ребята вечерами после напряженного дня, сидя у костровищ, между палатками, поют песни, знакомятся, дружат, конечно, виртуальное общение этого не заменит. Но удаленка дала нам возможность привлечь гораздо большее число участников, очень мощных спикеров, лекторов. В этом году мы впервые давали мастер-классы известных в том числе и театральных деятелей, а для бизнесмена или даже просто для руководителя среднего звена очень важны навыки коммуникации. То есть, ребятам было безумно интересно. Мы по-прежнему их рейтинговали и их, и команды. И должен сказать, что Ульяновская область всегда среди других регионов держится в такой верхней половине, я бы даже сказал, в верхней трети или верхней четверти участников. Ульяновцы участвуют, но в первую очередь, вот я даже взял такую шпаргалку, чтобы привести абсолютно четкие данные. Во-первых, Ульяновский госуниверситет традиционно участвует и неплохие набирает баллы. Завод Искра, Кретовское предприятие, Ульяновское конструкторское бюро приборостроения, Государственный технический университет, но лучше всего, правда, в составе общей команды, это команда Объединенной авиационной корпорации. Вот лучше всего, конечно, показывает свои результаты или филиал Иркута в Ульяновске, который работает, ну, прежде всего, конечно, это Авиастар-СП. В этом году Авиастар делегировал 15 участников и объединенная команда заняла очень высокое третье место. В этом году впервые первые и вторые места заняли не предприятия, а университеты. И поэтому в той борьбе, которая сейчас идет за то, кто в следующем году примет, какой город, какой областной центр примет форум, это тоже очень важный аргумент, поскольку активно претендуют и воронежцы, и тулики, и ряд других регионов. Сейчас у нас уже 17 заявок от регионов, и в ближайший месяц мы примем решение, где будет этот форум проводить. Но если мы возьмем 18-е и 19-е годы, то Ульяновская область чуть-чуть, там, незначительно, ухудшила свои позиции. Зато то, что касается такого развлекательного конкурса Мисс Форум, то здесь я должен сказать, что Ульяновская область, во-первых, в финальную часть делегировала сразу несколько человек, во-вторых, одна из участниц стала безусловным лидером, но, в общем-то, наверное, и для ульяновцев, и для всех жителей Поволжья не секрет, что красивых девушек, и причем не только красивых, но и умных, получивших сложное профессиональное образование, и работающих по профессии в Ульяновской области, ну, как и в сопредельных областях, не могу сказать, что в Самарской области намного меньше, но в этом году ульяновцы, конечно, всех удивили умом, красотой, обаянием, и, наверное, это такая красивая нота, на которой закончился форум, и Сергей Иванович Морозов каким-то невероятным образом это узнал чуть раньше меня, где-то у нас утекло, видно, в системе голосования, вот, и я не успел его поздравить вот с этим хорошим результатом, как он мне позвонил, говорит, да, я знаю наши девушки лучше всех, самые красивые, но тут, в общем-то, сложно спорить, и можно порадоваться только за ульяновских мужчин. Будем надеяться, что это повлияет на место проведения будущего форума. Я надеюсь, это повлияет на демографию. И на это тоже, у нас день семейного общения уже скоро, на канале как раз выбора в городскую думу может тоже. Хорошо, Владимир Владимирович, большое спасибо вам за интересные субтитры. Удачи вам, всем телезрителям, не болейте, и пусть будет всегда хорошая, высокооплачиваемая работа. Редактор субтитров А.Семкин